В картины галереи Гаврила Ващенко обновление экспозиции. Около трех десятков своих живописных работ на этой неделе там презентовал Норик Саребекян. Портреты поэтов, художников, режиссеров, в том числе из Гомельской области, такими своих современников изобразил Норик Саребекян. Кроме того, здесь есть автопортрет художника под названием «Мои три возраста». Отдельный блок экспозиции посвящен пейзажам и тематическим работам мастера. Норик Саребекян родом из Армении. Закончил Ереванское художественное училище по квалификации художника-формитель. В 2011 году переехал в Гомель. Помимо живописи, автор занимается монументальной росписью, а также пишет стихи. На вернисаже художник рассказал о своем творческом кредо, жизненном пути и познакомил гостей с героями своих работ. А соседний зал галереи превратился в настоящий тропический рай. Здесь каждый желающий может понаблюдать за чудом природы – превращением куколки в бабочку. Хрупких насекомых из Азии, Африки, Австралии и Америки доставляют в Гомель в коконах. Попадая в теплое и влажное помещение, бабочки распускают свои крылья. Экспозиция постоянно обновляется, ведь живут эти крылатые красавицы совсем недолго – от нескольких часов до недели. Концерт органной музыки в исполнении лауреата международных конкурсов певца и музыканта Валерия Шмата прошел во Дворце культуры железнодорожников. Гости услышали величественные хоралы готических соборов и классические произведения Баха, Генделя, Моцарта и Шопена. Свой инструмент музыкант спроектировал самостоятельно. Современная техника позволяет передавать звуки органы с помощью акустической системы. Вечер дополнили выступления гомельских артистов – Галины Павленок и камерного хора областной филармонии. Их концерты – это буйство красок и зажигательных ритмов, а появление на сцене – настоящий праздник. Цыганский театр «Джипси Бэнд» открыл свой большой гастрольный тур концертом в Гомельском городском центре культуры. Его посвятили десятилетию коллектива. В честь своего юбилея «Джипси Бэнд» подготовили новое шоу под названием «Танцуй цыганка». В него вошли лучшие и самые яркие номера, созданные театром за 10 лет. А напоследок анонс киноновинок следующей недели. Пакуйте чемоданы и отправляйтесь в потрясающее приключение с эксцентричным и неотразимым доктором Дулитлом. А чтобы не было скучно, с вами вместе поедут страус, горилла, полярный медведь, попугай и утка. В роли английского доктора Айболита Роберт Дауни-младший. Российская киноиндустрия в преддверии 23 февраля представляет биографическую ленту «Калашников». Все слышали эту фамилию, но не все знают, какой долгий и тернистый путь прошел парень-самоучка, чтобы в 28 лет создать легендарный автомат, который по сей день считается символом оружейной мысли. Юных зрителей ждут пушистые мошенники, бельчонок Тьюм и ежиха Латте, которые хотят похитить бриллиант у короля медведей. Главарь банды волков и рысь пытаются им помешать и забрать камень себе. С культурной жизнью региона вас знакомили Анна Корольчук и Игорь Морищенко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА